Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сегодня мы с вами свяжем прозец с удлиненными петлями, который выполняется на двухфантурной машине. Вязать будем на машине Сильверит 840 из пряжи, которую нам для тестирования предоставили ПНК имени Кирова, пряжа Мальва, хлопок Вискоза. Вяжется легко, без проблем, выглядит очень эффектно, красиво и вы сами видите, насколько аккуратно получается вязка. Связана на средней плотности, на пятерке. Особенность узора в том, что одинаково красиво смотрится и с лица, и с изнанки, то есть эффектный образец. Сейчас я вам расскажу, как его вязать. Если вы будете вязать его на одной фантуре, можно удлиненные петли выполнять немножко другим способом, просто провязывая ряды вручную. Но если у вас есть две фантура, сейчас мы с вами быстренько провяжем этот образец. Выполняется узор на двух фантурах. Я провязала 4 ряда, раппорт 5 рядов. На 4 ряда кулиркой, видите, выполнены на одной фантуре, на основной. Плечо, которое мы выполняем, является плечом основной фантуры. Для того, чтобы провязать ряд с увеличенными петлями, мне нужно подключить вторую фантуру, это значит поменять плечо. Вынимаю из нити водителя нить. Ну вот это вот единственное, конечно, я не назову это проблемой, но нюанс такой. Потому что 4 ряда на основной фантуре двухфантурное плечо очень плохо вяжут. Будут сплошные непровязы по инструкции. Ну и по опыту рекомендуется при вязании на основной фантуре менять плечо. Поменяли, ставили в нити водитель нить. Поднимаем переднюю фантуру, подключаем. Я использую пикаретку, поэтому иглы, которые используются для создания увеличенных петель, у меня стоят в рабочем положении постоянно. Так, у меня в нити водителя нить, я провязываю на рабочей плотности один ряд. На двух фантурах. У меня получилось с одной стороны провязанные петли, с другой просто накиды на каждую иглу. Но мне нужен только один ряд для того, чтобы увеличить петли на основной фантуре. Поэтому вот эти петли я должна сбросить. Здесь есть два варианта. Я могу использовать пикаретку, если она у вас есть. Могу вручную. Пикареткой. Это значит мы, сейчас я ее надену, покажу. Если вручную у вас нет пикаретки, просто поднимаете часть игл и опускаете их. Все, сбросили. Это если у вас нет устройства. Но при этом учтите, что вам каждый раз придется контролировать количество игл на передней фантуре, для того, чтобы их выставлять для каждого ряда. Если у вас пикаретка, у вас эти петли так и будут оставаться в готовом положении к работе. Так, я беру пикаретку, вставляю ее с левой стороны и провожу два раза. Раз. У меня поднялись иглы. Два. Петли сброшены. Иглы остаются в рабочем положении. Очень удобно. Я поднимаю до рабочего положения все, чтобы потом этим не заниматься. И смотрю, у меня полотно сразу резко опустилось вниз и на основной фантуре получились удлиненные петли. Теперь я опять меняю плечо, опускаю фантуру, потому что на основной, приподнятой передней фантуре вязать однофантурным плечом не получится. Надо обязательно его опускать. Вставляю в плечо основную фантуру. Вставляю в нити водитель нить. Проверяю, что не зацепила никуда. И провязываю четыре ряда. Вот мои увеличенные петли. И сейчас повторяю эту операцию заново. Этот узор позволяет вязать гораздо более рыхлое полотно, если мы будем провязывать не четыре ряда, а меньше. В случае, если пару рядов провязываем, потом делаем увеличенные петли, пробуйте. Может быть, ваша машина не будет безобразничать и вы сможете провязать не меняя плечо на двухфантурном плече. Потому что чем дольше мы вяжем на двухфантурном плече, тем больше вероятности не провязан. Там нет уплотнения, нет прижимного механизма для того, чтобы прижать полотно к фантуре. Поэтому петли вместе с полотном вот так вот отъезжают от фантуры и не провязываются. Вот в чем проблема. Итак, провязала четыре ряда, меняю плечо, соединяю вторую фантуру, провязываю один ряд на обеих фантурах и сбрасываю петли с передней. У меня за счет того, что увеличилась нить, сразу опускается полотно и получается вот такая вот увеличенная дорожка. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на нашем сайте из боевизальных, где мы обучаем стремительное мастерство и абсолютно любые вязальные машинки с нуля. И обязательно заходите в магазин «Невская рукодельница», который занимается продажей хлопковой вязальной пряжи, производства ПНК Мникирова. Там вы найдете огромный выбор хлопковых вязальных ниток любой цветовой палитры. Ваша Наталья Некрасова